21 декабря состоялось оглашение послания уважаемого Эмумали Рахмона об основных направлениях внутренней и внешней политики страны Маджлиси-Оли Республики. В зале присутствовали президиум и члены Маджлиси-Мили, депутаты Маджлисина Маджлиси-Оли Республики Таджикистан, премьер-министр и члены правительства, руководитель исполнительного аппарата президента Республики Таджикистан, руководители министерств, государственных комитетов, ведомств, при президенте и правительстве, центральных органов судов и других правоохранительных органов, Национальной академии наук Таджикистана, вузов, председатели областей городов и районов, руководители центров реализации инвестиционных проектов, группа бывших депутатов 16-й сессии Верховного Совета Республики Таджикистан, члены Общественного Совета, Движения национального единства и возрождения Таджикистана, представители общественных, политических и творческих объединений, руководство республиканских предприятий и учреждений, банков, предпринимательских кругов и инициативная молодежь, представители дипломатических миссий и средства массовой информации. В своем послании Мачли Сиоли наш президент определил основные направления внутренней и внешней политики страны на предстоящий период и поставил конкретные задачи по продвижению плодотворной внешней политики и обеспечению прогресса в сферах экономики, промышленности, энергетики, транспорта, безопасности и обороны, защиты прав и порядка здравоохранения, культуры, науки образования, социальной защиты населения, молодежи, спорта и туризма. Руководство и сотрудники Генеральной прокуратуры наблюдали за очередным посланием уважаемого Эмумали Рахмона парламенту страны. Касательно структуры прокуратуры было сказано, что она постоянно совершенствуется в соответствии с современными требованиями. В данном секторе созданы ряд новых отделов, а также институтов изучения правопорядка. Продолжая свое выступление о развитии права и верховенства закона в обществе, глава государства поручил прокуратуре обеспечить строгий и единообразный контроль над законом и усилить свою деятельность по предостережению преступности. Ежегодно в послании главы государства уважаемого Эмумали Рахмона парламенту страны предоставляются конкретные задачи ответственным лицам, министерств, ведомств и ключевых слоев общества. В Верховном суде страны также были рассмотрены и проанализированы задачи очередного послания главы государства. Было сказано, чтобы достичь величайшего достижения периода независимости, мира и спокойствия, политической стабильности и национального единства, обеспечения сегодняшнюю счастливую жизнь и создать новый Таджикистан, которого ныне знает и признает человечество. Славный таджикский народ неустанно трудился, прошел через большие трудности, проявил самоотверженность, самопожертвование и героизм, и тем самым совершил настоящий подвиг. 6 ноября 1994 года впервые в истории нашей страны путем всенародного референдума была принята Конституция, судьбоносный документ, на основе которого в дальнейшем были разработаны конституционные реформы. В соответствии с гуманной политикой указан президентом страны 30 апреля 2004 года о приостановлении применения смертной казни, на основе которого был принят соответствующий закон на смертную казнь, и ее исполнение в стране был объявлен мораторий. Наряду с этим, в период независимости 17 раз был принят закон об амнистии и был реализован по отношению 170 тысяч лиц, и они были освобождены от несения наказания. Очередное послание лидера нации парламенту страны также наблюдали работники и ответственные лица с Министерства иностранных дел страны, агентства по государственному финансовому контролю и борьбе с коррупцией, транспортной прокуратуры, судебной власти, прокуроры и работники государственного нотариуса столичного района Шохмансур. В ходе своего выступления наш глава государства подчеркнул, что создать достойные условия жизни для каждого жителя страны, и все наши планы и программы принимаются и осуществляются во имя достижения этой высочайшей цели государства. Своевременное решение социальных проблем и создание условий для достойной жизни народа, в том числе путем систематического создания новых рабочих мест, увеличение объема доходов населения, повышение заработной платы работников, пенсий и стипендий являются одним из важнейших задач в этом периоде. В сложных экономических и геополитических условиях мира, когда часто случаются торговые споры, увеличиваются угрозы, изменяется климат, повышаются цены на продукты, питание в мире, распространяются инфекционные заболевания, возникают другие факторы, отрицательно влияющие на национальную экономику. Правительство страны принимает все меры по их предотвращению, в результате чего в 2021 году темпы экономического развития увеличились более чем на 9%. Поэтому правительству страны необходимо в 2022 году принять дополнительные меры для эффективного использования имеющихся возможностей и мощностей, достижения показателей, прогноза социально-экономического развития и обеспечения темпов развития национальной экономики на уровне не менее чем 8%. Должностные лица с Академии государственного управления при президенте Республики Таджикистан создали в актовом зале условия для широкого просмотра очередного послания президента страны парламенту о его важных поручениях по улучшению жизни населения и прогрессу страны. Было отмечено, что очередное послание и выполнение поручения нашего главы государства по всем направлениям сыграло главную критерию в развитии общности, одним из которых является повышение уровня знаний и профессионализма среди учителей всех уровней, в частности, учителей начального и среднего профессионального образования, подготовки и переподготовки, высококвалифицированных молодых кадров, которые будут закладывать основной фундамент для всех уровней образованности. Сотрудники агентства по статистике при президенте Республики Таджикистан наравне с другими сотрудниками государственных органов наблюдали ежегодное послание президента парламенту страны. Нужно подчеркнуть, что за 30 лет независимости число населения страны с 5,5 миллиона человек увеличилось до 9 миллиона, то есть в 1,8 раза. И в 2022 году население Таджикистана достигнет 10 миллионов человек. В 2020 году продолжительность жизни населения достигла 75 лет. Этот показатель по сравнению с 1991 годом на 5 лет больше. Показатели смертности граждан снизились на 40%, смертности матерей при родах на 73%, а смертности детей до 5 лет на 85%. Уровень бедности с 83% 1999 года был сокращен до 26%. В 2019 году, что является одним из важнейших достижений периода независимости.